Два часа ночи с Андрюхой допили водочку. У нас мальчишник, да. Две харри. Что-то там упало. Короче, у нас с Андрюхой мальчишник. Он замуж вышел. Он женился сегодня. Расписался. Вот сидим. Вот у него колечко. Сидим, пьем водочку. Сейчас докуриваем коленчик и идем шаверма блудить. Сейчас мы вам расскажем, подписчики, как здесь вкусно или не вкусно. Заоценим шаверму на гражданке. Если будет вкусно, оставим ссылочку внизу. А мы в это время, нет, мы в это время выходили, скажем, с помещениями. А он стоял на входе и у него в руках были духи. Ты как бы девушку подарила. А мы, короче, дверь открывали и у него из рук выпало. И он, короче, начал нас, блядь, да. И мы, короче, говорим, блядь, это как у тебя руки дрявые, блядь. Ну, короче, там слава за слава, как обычно. И чё? И кто кого? Да я не помню. У тебя там какой-то крест висит. И? Да вон, на... Чё-то забыл, наверное. Чё-то потерял. Не висит. На висит вышел. Ха. Пропорции всё не на глаз. Пусть не на глаз. Иди сюда. Уважаемые подписчики, сейчас мы, короче, пойдём, смотри. Вкусно, Доня. Тут он, Артур. Артур у нас есть на связи. Расскажи ещё, чё. Да чё? Жена-то есть. Как теперь ты себя чувствуешь? Женотым человеком. Такой? Подушевлённым, поскольку. Подушевлённым? Да. То есть, наоборот, не поникшим. Не поникшим. Наоборот, рад, что же. Наконец-то. Столько лет я от этого нашёл. Родители уже, ну наконец-то. Мы думали, уже ничего не будет. Теперь они от вас внуков ждут. Сергей Геннадьевич говорит, типа, ну там же, ну есть такая поговорка, что типа, если дождался правнуков, то типа, попадёшь, типа, прям в рай. Он тоже говорит, выгоднее, не затягивайте, говорит. Пробуй, трубка. Я говорю, ладно, всё, мы пошли. Мне прикольно посидел. Вот готово наше шаро. Приятного аппетита, Андрюх. У тебя грибная, да? Угу. У меня острое мексиканское. Первый вкус. Пустой. Картошечка. Сейчас картошка? Пока не надо. Давайте. Разве, позвонятся. Вы понимаете, стоит поставьте, чтобыapp Napинкул, написан себе, продолжать сыграть, и, поставьте Дмитрий диновь. Расследование. Морковки нету, корейцы. Тебе нравятся тогда морковь? Да. Мне тоже. Я могла смотреть, может какая-то есть морковь. Тут тоже капусточка, огурчик. Чуть-чуть морковочка. Ладно, сейчас дойдем и потом скажем наш вердикт. Ты опять убежал от меня. Короче, мне шаверма не понравилась. Я с тобой согласен. Что ты скажешь, какой твой вердикт? Она какая-то слишком правильная. В смысле правильная? Там много салата, мало мяса. Ну, я и говорю, что слишком какая-то правильная. Ну, мяса-то больше должно быть. Нет. Я тебе говорю, слишком правильная. Когда вот она такая вот ножовистая, вкусная такая, она неправильная такая. Наоборот правильная. А это, блядь, один салат, блядь. Не знаю, по десятибалльной шкале я бы дал лук. Пять это максимум на четыре. Не, ну я просто к тому, что там такие правильные, там свежий салат. Ну, один салат, один салат. То есть, даже вот если по пятибалльной шкале я бы дал троечку. Максимум. Почему? Во-первых, мало мяса, один салат, там капуста в основном. То есть, где-то сорок процентов от всей шавермы это капуста. Потом чуть-чуть помидорчика, огурчик, морковки вообще мизер. И самое главное, я заказал по-мексикански, потому что думал, ну, я люблю острую шаверму. Я думал, что она будет острая. А там во всей шаверме одна халапенька была и вообще шаверма не острая. То есть, ну, это точно не по-мексикански. И с картошкой. То есть, там процент... Не, ну, только с картошкой это нормально. Ну, это по-мексикански бывает без картошки. С картошки по-арабски идет. Не, у меня тоже нет. Нет, тоже без картошки. Короче, процент мяса там 10% максимум. Ну, 15% из всей шавермы там мясо. Остальное все салат. Короче, я не рекомендую шаверму эту, как она называется. Вкусно донер на гражданке. На гражданском проспекте. А я ел как-то на тарелке. И что, была вкусней? Ну, она была нормальная, да. Но там соус был вообще просто как сметана. Вообще чесночка не было. Ну, тут был такой, как с чесночком сметана. Ну, как-то она и пресная. Тебе показалось тоже пресной? Как будто соли мало, что-то не хватает. Она такая пресная, безвкусная. Ладно, хер с этой шавермы. Куда мы с тобой идем? Шашлык есть. Короче, мы идем теперь куда-то там шашлык есть. А он тоже круглосуточный? Надеюсь, да. Короче, продолжим. Сейчас возьмем одну порцию шашлыка и попробуем по двоим. Сначала в одном месте, потом в другом. Продолжим мы шашлычный. Надо было тогда нам с собой еще вина взять, что ли. Все, сейчас пожрали, теперь опять выпить охоту. Будем искать круглосуточный, где продают бухлов. А это? А это что за училище иностранных, Гриша, одни китайцы. Международные там туда ходят. Короче, и МОП. Одни китайцы тут, Андрюха, говорит, учатся. Когда за метро идут, постоянно вот эти вот китайцы. Китайцы, китайцы. Там закрыто, да? Закрыто. Я знаю, вот там. Ну вот там. Поэтому на обратном пути. Где ты выходил? Короче, у нас ночные погулянки по Гражданскому проспекту. Не по Гражданскому, а почти по проспекту Гражданскому. Но надо не забывать, что это Академка, а не Гражданский проспект. Ну, метро Академическое, да? Идем в сторону метро Академическое. Сейчас увидим. Короче, одна шашлычная там закрыта. Сейчас мы тут идем до другой шашлычной. Академический. Значит, ты говоришь, там в другом месте шашлык разъем. Ну, там, да, вот мне рассказывали, что там в пиздец вообще разъем. Я думаю, что мы туда не дойдем. Не факт, что ночью, в 3 часа ночи работает. После невкусной шавермы хочется вкусного шашлычка. Вон уже метро Академическое там. Вон бургерная номер один. Бургерная номер один. Невкусная я пробовал. И дорого, и невкусно. Э, ты? Ты кто такой? Ты куда идешь, блин? Это разборка питерская. Это разборка питерская? Это же здесь было, вот прям вот здесь вот. Вот здесь была разборка питерская? Вот здесь эти алкаши была разборка питерская. Что вы по этому поводу скажете? Это разборка питерская. Сейчас Андрюха тут тоже доебется до кого-нибудь. Как до того чувака по дороге. Он подумал, что ты до него доебаться хочешь. Говорит, чувствую родное. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Где там вот еще есть? Да, шашлык. Там вот мы вот где спай что были, вот там типа кафешка, такой бар там был. Куда мы пойдем? В бар или в шашлык? В шашлык. Где вкуснее шашлыки? туда ты меня ведешь сусанин блять давайте сусанину отрубим ногу а стойте постойте я вспомнил дорогу закрыта короче шашлычные куда вы шли закрыта не поедим на вкусного шашлычка идем обратно мне далеко не пойдем пошли обратно метро академическое убрали ларьки к шаверма то там есть еще мы наверно самую невкусную шаверму ближайшую зашли тут может это и повкуснее есть короче хотели поесть вкусного шашлычка вкусные шашлычные закрыта идем обратно у нас еще дома есть немного вина кто-то куртку потерял женский куртка а чё там есть вот у куртку потерял женскую фосва там же и куртку как подушку кто-то постелил проснулся и ушел а вам посмотреть может им документы есть вернули вы потом нам бы спасибо сказать а вдруг там миллион в кармане миллион чужое брать нехорошо а вот если какие-то документы были вернули нам и были благодарны но мы не стали смотреть что там за курткой что там в куртке идем домой да и желаем всем доброй ночи добра